Спасибо, наша дорогая студия-аналитики, которая все разобрала просто по полочкам. Да, действительно, Invictus Gaming в одном шаге, чтобы пройти дальше и заработать колоссальное количество денег, а вот у фаворитов турнира небольшие проблемы. Рисковый пик Луны в таком ответственном матче, да, Вадима, анализируй. Ребята из Team Secret мне больше напоминают не Team Secret, а Team Secret, который спокойный, рассудительный, сосредоточенный, а больше пупеек, которые вот в один момент, когда, если не дай бог, их выиграли, они начинают импровизировать, улынить, и появляются у нас Луна на Изилейне, Зевс в миде. В общем, много чего интересного нас ожидает, поэтому давайте посмотрим, кто на ком играет. У IG Burning, Phantom Lancer, Fate на Дазли, Luo, Darkseer, Ferrari, Shadowfint и Чуань на Support Spiritbreaker. Ну и Team Secret, Пупе, Элина, Зай будет катать на Клаке, S4, ZEVS, QRocky, Bounty Hunter и Artism на Луне. Да, очень интересный пик, стоит отметить. Я думаю, что весьма сейчас пошатанное моральное состояние у Team Secret, потому что проигрывать карту Invictus Gaming, ну, когда все выделяют тебя фаворитами, дают тебе 2-0, да и сами, я думаю, были готовы выиграть. Опять же, стоит отметить то, что они имели огромное преимущество, но они не смогли его реализовать. А это преимущество добыть очень трудно. Ну, в этот момент похоже, что у Team Secret и есть вероятность разлада в команде, потому что ребята, которые так смело заходили на хайграунд, рисковали и, естественно, своего добивались. В прошлой игре боялись IG как облупленных, поэтому сейчас надо, ну, надо просто знать и верить своему делу. Вот сейчас у нас выходит на руну сверху, подходит сюда Darkseer, уже бежит Чуань, заходит на Зая, выталкивает его когами и Берник подходит с другой стороны. Очень хотят взять руну, Зая что-то слишком себя поверил, вырывается. И-е-е, там когов-то уже нет, есть замедление. Илоу просто выжигает, воу, Зая, большие проблемы, пошли досты. Навалили уже к уроке и продолжает выжигать Darkseer, неужто он добьет Зая, нет, Зая уходит. Зая уходит, но FirstBat падает в копилку Invictus Gaming. Так вот, о чем я хотел сказать, то, что Team Secret, они не до конца, видимо, уже разбираются, где они сильнее, где они слабее, потому что тут все очевидно. Урага Darkseer наитолстейшее существо, стоит за этим Братрум, у которых на двоих 11 армора, плюс на подхильдадзл, в общем, много, много чего интересного. А у Team Secret Bounty Hunter, который бегает в Invictus и вообще не принимает замес. И вот да, тут, кстати, уже Ян нам подсказывает то, что у Zips'а одна игра из десяти, и кто же и выиграл эту игру одну из десяти, мне интересно. Я не знаю, 10% винрейт это не так много, но, опять же, это не показатель, потому что на предыдущем International у Razor'а был отрицательный винрейт, при том, что некоторые команды на нем очень жестко глушили, а некоторые просто закидывали катки. Ну и по лайнапу получается не слишком удобно для Zips'а в миде, потому что все мы прекрасно понимаем, SF это герой, который очень хорошо добивает крипов, и, если что, он будет стоять на фрифарме, в то время как Zips вынужден молниями откидываться, и вряд ли он сможет пойти в размен. Bounty Hunter хочет найти для себя место на карте, однако в лесу вот сейчас может попробовать напасть на Ксих. Он просто экспириенс получает. Он хочет получить экспириенс, Дарксир немножечко загулял, на самом деле хотел получить второй левел, отпевается фласочкой, и все замечательно, успел убежать. Да, но то, что здесь есть лесник, которого выгнали с оффлейной, и не получается там стоять, потому что есть Луна с Бимом, которая сильно его пробивает, есть Лина со Станом, который вряд ли промажет, если Бимом притормозить таргет. В итоге ему пришлось уходить в свои леса. В своих лесах его будет постоянно ждать Bounty Hunter, которого он, кстати, сам прокачал практически до второго уровня. Да, и сейчас появляется пространство. У Пупея, который на линии уже чекает руну снизу, подходит сюда Чуайн на Братруме, собирает, ну, у нас не будет замеса, коровы его, естественно, выигрывают. И пока 50-50, то есть Клокверк, он довольно-таки спокойно ставит сверху против Бернинга и Дазла, и он может там подкидываться и Коги поставить. А вот снизу, как мы с тобой наблюдали, Дарксир просто ушел в лес, чтобы получить для себя второй экспириенс. Вот ВГ, ВГ обыграли Ньюбе в групповой стадии, на Зевсе играл супер, но я комментировал эту игру, там, честно говоря, команда обыграла. А пока команда обыгрывала, нападают Кроки на Фейт, также врывается Займ, Бернинг в себя откидывает, Фейт стараясь сражаться с Займ до конца, но Займ побеждает. Да, но под батарейками у Дазла шансов особо много нет, партил был только первого уровня, если не ошибаюсь. Да, Грейва вообще нет, поэтому пришлось давно склеить ластер. Да, продолжается у нас снизу противостояние, решил помочь Чуань своему союзнику, для того, чтобы они вдвоем качали лейт, так как у СФ в Меде все просто шикарно. Стоит в центре отрыва Баутихантера, и, кстати, очень тяжело найти этот центр, то есть обычно, если ты приходишь, ты ставишь в центре на центре, кушаешь тангой, а здесь СФ под защитой, поэтому у Баратрума появляется пространство. Да, снизу полезен. Ну а Баунти, Баунти пользуется тем, то что Клокверк у нас на базе, получает третий левел, и Курокер в Соло пошел вмесить Бернинга, как это смешно не звучит, но у него это получается. Нужны сентри, несет дазл сентри, Берник у нас в позиции, получает еще один удар в спину, подходит сюда также за, есть замедление, но крипы спасают. В центре тем временем врываются на С4, под Тавр, Чуань давит на пару со сэйфом, и в итоге С4 погибает. Под сэйфа никакого нет, Ром ищий Баунтихантер, который находится на топе, и там, кстати, сейчас тоже стычка какая-то есть, то, что Бернинг ману восстановил, капью, если что, имеется, и нет никакого сэйва. То есть нет дазлов, нет виверн, нет никого, чтобы ворвался и остановить вот этот дикий пуш от Баратрума. Чуань. Видит. Заметил, заметил. Есть дасты. Ну, Куроки молодец, прочитал ситуацию, сыграл на опережение. Поднялся на ХГ. Ну, не пошел, не пошел чекать ровно, я вот к этому, потому что так его, естественно, могли наказать. ESF забирает реген, теперь у нас Феррари не боится спама Зевса, можно спокойно стоять и добивать абсолютно всех крипов, но и в итоге Корове нужно идти и помогать. Учитывая то, что снизу более-менее и сверху, да, и в центре все хорошо, бежит наверх, сверху у нас, естественно, ребята ставят сейв позиции, и Чуань продолжает искать свое место на карте. Да, ну, в принципе, как и Кура. Кура пока только X-ку лечит на топе, мидера он никак не напрягает, хотя, я думаю, он именно с той целью убрался, чтобы пригнобить в начале ESF, и дать Зевсу оторваться и верхними уже потом крипам практически не подпускать. А в итоге получается так, что ESF шестого уровня, у него все великолепно, 26 на 7 класс китом, обошел он деться явно. Вот они верхние, но есть Тангус и есть Руна Регина. Заметили, по-моему, там Кура. Достов, правда, нет. Куру и трест сможет. Выживает Кура. Погибает Дарксир. Но Достов нет. Тут замес Курой. Хороший колы, кстати, просел у нас к уроку. Но он один выполняет слишком много работы. За ним бегает корова, которая охотится без Достов. Также мы видим то, что Пирари перетянулся с рефарма наверх. И у Тимс играет все по линиям. Опять хорошо. Вот команда, казалось бы, да, что лучше всего она делает, это очень хорошо ставить свои линии. И продолжает давить этим. Флакверк сверху, ну, уже такой уверенный товарищ. 19 на 0 против 22 на 7. То есть, фактически ровный Крипстат. Зевс на миде у нас начинает догонять СФ. А вот снизу проблемы, потому что Луна очень сильно вырывается. 37 на 12. И нужны какие-то ротации по карте. Вот Чуань опять у нас в позиции. Видимо, очень хочет у нас забрать кого-то снизу, помочь Дарксиру. Но Тимс секреты не ошибаются, да. Они спокойно отдают руну снизу. Даже не корове, а СФу. Да, забирает баунтерную СФ. На топе пока еще лежит дабл дэмэдж, который, кстати, можно пробовать забрать и реализовать. Разогнаться с того же Клока, Клок пятого уровня. Ну, у Клока 20 крипов. У Клока, кстати, для офлайнера все вообще великолепно. Потому что у Дарксира довольно-таки много лесных крипов, которые меньше золота ему приносили. Поэтому ситуация здесь немного хуже. Что еще и дабл дэмэдж дают СФу. И пойдут на топ вместе, что ли, с Феррари? Или Феррари пошел леса какие-то забирать? Здесь у нас так, но не особо что-то есть. Ну, самая доступная опция для Феррари, это спокойно формить вот эти вот три КМПа, пока твоя корова на миде получает экспириенс. И после этого на шестом левеле Чуани делать какие-то врывы под щитком Дарксира. Пока что-то странное делает Феррари. Вот он стоит сверху и кого-то ждет. Возможно, он ждет Клока. Но Клокверку нет никакого смысла подходить, так как тут. Пушить пойдут. Вы сами все. Пуш на самом деле тоже не самое... Ну, с дабл дэмэджем пока. Да, пуш не самая крутая опция, потому что вот хороший тайминг. Клокверк тратил ракету и не может переагрить крипов. Огромное количество крипов заходит. Вот хорошо действует Куроку, переагривает на себя ребят. Но уходит в инвиз и они возвращаются обратно на Тавру. Вот теперь Зая у нас действует более уверенно. Забирает на себя всю команду. И пуш Айджи немножко замедляется. И можно, кстати, попробовать принять. Тут уже и Купей, и Куроку, и Бернинг получает в лицо. Глифа нет, но как вариант еще можно из Денайта. Да. Великолепный Денайт. Кура. Получает копье. Но нет, на этом все закончится. То, что у Бернинга слишком мало ХП, несмотря на то, что есть манга. И вроде как потом можно еще помансить, но не то. Все равно не то. Стянулись полностью ребята из Team Secret на топ. Это объяснимым. То, что здесь очень нагло играют. Бернинг может сейчас еще и тычку получить. Но эскейп, правда, есть какой-то. Тос. Ракетка. Хукшот. А можно и погибнуть. Ну, на самом деле ошибка от Бернинга, потому что глубоко залез. Под сейва опять никого не было. Зачем? Это было неясно. Чуань. Верхнюю. Батареечки. И надо убегать. За отече в игре пока что Team Secret забирают для себя в очень важный фраг. Отрываются по XP. Баунти, Хантер почти пятый. И где-то нужно добрать шестой. И вот в один момент игры, когда все будут готовы, то есть и Луна с какими-нибудь барабанчиками, и Зеус, который купит себе там что-то. Ну, может быть, это будет Булстон, может быть, Фурстав, разные варианты. То они пойдут нападать на народ. Поэтому у IG пока что золотое время. Нужно дождаться своих айтемов. То есть это хоть какие-то... Ну, сделать лансера бойцом, пока мы видим, у него мало тут манго, базилька, боттл и вообще ничего из татов. Да, нужны диффуза, либо барабаны, либо аквилы, ну, что угодно. Хотя бы какие-то начальные айтемы, с которыми можно в файте что-то показывать. Очень странное решение, то, что Клакверков полностью отпустили. Вот он стоит один сверху, никто даже не собирается его прогонять, и он стоит фармить чуть ли не наравне с Фантом Лансером. Очень некомфортно себя чувствует. Перетягиваются IG всей командой вниз, ничего себе. И похоже, что без Мекки они решили пойти в ганг. Но Team Secret отвечают тем же, да, и собираются идти на центр. Вот это очень хорошее решение от обоих команд. Если ты никого не видишь, да, и предполагаешь, что враг может пойти в смоке, то те же Team Secret, они идут в смоке в центр. И тогда вероятность минуса почти минимальна. Но учитывая, что ДПС выше, Луна очень хорошо бафает свою команду пассивочкой, да и Луна... В тупине появился 6 уровень, да, Лагуна тоже сейчас не все важна. Что нужно идти реализовывать. И это Next Level, ты посмотри, они пробежали мимо центра и пошли вверх за Фантом Лансером. И Бёрнинг, у которого, кстати, нет ТП, он этого явно не ожидает, что идут за ним появляются. Он сейчас увидит. Он увидел. Нет, он не увидел. Он увидел тупей, который дал ему стан, хороший риф от Артезии, и Бёрнинг погибает. Ну, а в этой игре у Бёрнинга так же плохо дела стартуют, как в предыдущей. Ну, это был Next Level ганг, то есть вот такой ганг я вижу впервые, когда вот так вот пробежали враги с одной половины карты на другую. Очень хорошо почитали. Рошана решили забрать, а не рановато ли? Опять, конечно, руна дабл дэмэдж у Феррари, что очень сильно бустит дэмэдж по... Есть Баклер, который можно прожать, чтобы дать армор своим союзникам. Да, именно это они делают. Также есть Дазл, который очень хорошо подхиливает. И, похоже, что это трейд, Синдсикрет явно не догадывается, что Ашар может пасть. Может быть, Ульдевса стоит, а Ульдевса уже был Ульдевсом, поэтому здесь не дать. Подходит сюда Бёрнинг. Не знаю, правда, Еггис, наверное, правильнее отдать. Синдсикрет. Синдсикрет, да. Бёрнинг пока лакомый кусочек для команды Синдсикрет. И пойдут пушить-то один, правда, в это же время-то один на топе падает. Пупей тут с крипами быстро расправляется на линии, а шестой уровень имеется. Но пока качается, пока качается, до Аркана будет каких-то добраться, ему уже бы неплохо было. Видать, что Team Secret хотят принять замес. Артизи у нас перемещается на низ, есть у него ультимейт. Та же сюда Клакверк закидывает ракетами, и Айджи отошли. Вот есть у Айджи такая фишечка, коронная, что они как-то уверенно слишком идут на тавер. Тут только два героя, их было четверо, и они, бац, развернулись и убежали. То есть вопрос в том, зачем же вы шли. И Синдсикрет начинает этим пользоваться. Наконец-то начинают разделяться по двое, как это нужно было делать в прошлой игре для того, чтобы увереннее гангать. И пока ребята из Айджи у нас, видимо, хотят тактически отдать тавера. Ну и вот Лонтихантер, 12 минута, и есть трек. Тут же на него разгон, не знаю насчет дастов. Есть достойный. Да, его нашли. Молниеносно среагировал Чуань на трек и убил. 3000 голды пока лидирует Сикрет Эль. Но Айгис нужно будет халдить. Потому что СФ два раза убить трудновато. Тем более ему летит Мека. Девятый уровень сейчас будет. Появится наконец-то у него Аура минус Армора. Ну, бёрнинг потихонечку. 900 единиц золота. Тяжеловато ему, конечно, выходить. Его опять вначале пригнобили немного. И это печально. Что, смоук опять будет? Что я вижу, толпятся. Очень сильный Электус Гейминг Медведя. В принципе, как и Тим Секрет. Вот то, что отпустили Клакаем, у него четвёртые ракетки. А я не знаю, с четвёртой батарейки. Это портит игру, потому что контакт с ним опасен весьма. Он дэмэджи много носит этих батареек. Очень много. Ну, пока у нас IG собирается играть от треков. Они вот 50 на 50 противостояние Луны и Лансера. Я Луну вообще в профессиональной доте не видел последние, наверное, месяцев 6. Может быть, там заходил. Ла уже вчера. И проиграла. Проиграла. Да, и проиграла. То есть, ну, герой не самый лучший против Лансера. Поэтому здесь нужно будет рассчитывать на свою команду. Сикреты давят вниз, подходит Клакер, вырывается в Дазла. Очень хороший врыв. Не успел повезти на себя Дазл Граев. И остается Берлинг. Берлинг, который поставился, вырывается сюда Феррари. Мекки уже нет. И те Сикреты хорошие выпады сделали. Могут траться не будут. Могут сделать тавер, могут спокойно отойти. И после этого... Больно курла. Да, и могут после этого спокойно пойти пофармить свои леса. Потому что лезть на тавер необязательно. Вот мы видим то, что Зевс, он стоит на медее и пока никуда не торопится. Занимается тем, чтобы получить для себя Эксперенс. Ну и тавер можно побить. Купил себе Форстав. Вот. Такой игре Форстав приятная вещь. Можно и засейвить. Можно и вытолкнуть своих союзников. Можно и ворваться с этого айтема в драку. И вот Бернинг подошел на деф. Бернинг сейчас будут ловить. Необычное решение, когда Бернинги подходят на деф. Да. Фейт очередной в опасности. Очередной трекилл. Человек пробежал мимо и понимает, что нужно спасать. У Артизи очень мало хп, но игроков команды Айджи здесь мало. И вот то, что было в прошлой игре, Айджи это опять показывает. Они спокойно отдают все свои тавера. Отдают врагу, отдают союзников. Только дайте пофармить. Только дайте пофармить, да, а потом мы покажем вам драться как 5 на 5. Ну, пока получается. Бернинг покупает брейсер. Он же почти до барабанов добрался, если, конечно, он будет их вообще собирать. Разгон на ботом. Хотят подцепить Пупея. Кстати, зря. В Пупея есть уже и лагунка, и вот-вот будет Яул. Пупея кастует ТПА. Вот не успевает добежать до сюда. Спиритбрейкер должны забирать Т1, раз уж сюда сместились почти полные команды. Ну, Феррари успевает подфармировать еще и Лиса. Не так уж прям оставляют Бернингу фармуясь. Очень хорошо получилось для Сикретов. Айджи сейчас спалились на варде, но предположили, что они были вот в этой области. Раз пошли вниз. А вот этот вард, который стоит на меде, он пока идеально себя окупает и доносит всю информацию о врагах. Перетягиваются. По-прежнему не хотят драться с СФ-свом под Айегисом. Уходят наверх. ДПС много. Тут у нас и Луна, которая, кстати, уже так нормально раскачалась. Хотя пассивочка первого левела. И Лина подходит ТП, что сюда СФ. И это какое-то ТП в воле. Потому что он погибает, причем довольно-таки быстро. Делает сюда еще ТП Darkseer. Сейчас не будет Эклипс. Есть Эклипс от Удны. Очень больно. Феррари осыпался. Как же они осыпятся. Ты посмотри, Бернинг получает стан. Лагунов. Минус три. Все это происходит под треками. Больно. Больно Айджи. Но на самом деле опрометчивое решение было лететь с телепорта. Отдать Айегис. И остальные телепорты делались по одному. С периодичностью в полтора секунды. И Сикреты просто принимали конвейер сладких бут. Но это был подарок от команды Айджи. Я не знаю, что движело Феррари в этот момент. Возможно, что Team Secret испугается. Но как мы видели в прошлой игре, Team Secret и только и жажда драки. Если бы в прошлой игре Айджи действовали так же, то, скорее всего, бы они проиграли. Вот похоже, что Бернинг не контролирует Феррари. Потому что Бернинг, он на лансере. Третий снизу. Как бы это необычно не звучало. Но он действительно в конце. Не может особо как-то повлиять на игру. И есть вот этот товарищ на эсэфе, который делает очень опрометчивое решение. И вот при такой игре 16 минута, 10 тысяч голды, 7500 экспы. Непонятно, как Айджи вообще могут теперь выиграть драки. Очень мало. Кстати, опять же, на хайграунде, вакуум, Дарксира, стеночка и так далее. Но антимага нету. Нету того самого спидпушера, который позволял бы вам очень больно пробивать вражеские ТВ Райл и делать блинкаут от врага. Так что я даже не знаю, что им сейчас светит. Кстати, вот Клакверк мы не обратили внимание. Да, Мидасик на 16 минуте. Тайминговый, ребят. Учитывая в прошлой игре, Team Secret, да, они смотрели за Айджи, внимательно следили, что 3 килла ребята сделали за 40 минут. Поэтому Зай уже понял, что нужно было в той игре делать и решил сделать нужный выбор в этой. Мидасик. Да, ну и что будет делать Бернинг? Бернинг, я бы на его месте делал Травела. Сейчас такая фаза, когда ты не будешь драться с врагом вообще, ты не заходишь с ним встречаться, потому что что бы ты ни купил, но выиграть Team Fight это что-то из раздела фантастики. То есть у тебя очень мало ресурсов. И Team Secret это понимают. Идут понизу, нападают на Т1 Tower. ДПС у них уже в разы выше. Много полезных артефактов и Аура Луны потрясающе работает. Забирают один. Айджи пока всей толпой бегают. Они делают то же, что и в прошлой игре. Отдают ТВРа и фармят, набирают крит массу, чтобы потом можно было выигрывать Team Fight. Но секреты не останавливаются. Идут за Т2. И Т3 мне что не помешает отдать. Нужно срочно что-то делать. Пока Бернинг занимается своей работой, он, по-моему, единственный, кто хочет выиграть на этом Инте. Ну, он же еще не выиграл, правильно? То есть он очень много потел, но увы. И старается забрать Тауэр сверху. А команда Айджи пошли пылесосить свои леса. Ну что, вышка падает? Ну, вышка падает и очередные упадут. Вот мы видим, что уже кликают на Тауэр в центре. Нужна молниеносная перетяжка. Заблаговременно Артизи решил отпушить вверх. И у Луны все просто шикарно. 10 тысяч на Творца, 18 минута, драмы, доминатор, ПТ-шика и 3500 сверху. Нашли у нас Даззл. Даззл в очередной раз погибнет. Можно было бы назвать это Space Crate, но под Баунти Хантером ребята получают слишком много голды. Да, 700 статистика. 700 голды. Очень неприятно. Чуань. Получился седьмой уровень. Наконец-то есть ультимейты. Может теперь хоть кого-то раскастовываться, пока разгон нет на СВО. СВО. Видели сейчас или нет? Вот есть разгон на СВО, есть ультимейт. Рядом стоит Дарксир. Есть Ворстап. Не заберут. Да, есть Ворстап. Рейкин, он словый. Тем более еще Кура Вижн давал. Баунти могли видеть. Заходит Курьера минус Курьер. И Кура тут же кастыка паут. Ну, издевательство, все, что я могу сказать. Ну, пока да. В предыдущей игре тоже было издевательство, людям. Да, оно было, но не так сильно в Секреты набирали Тен. В прошлой игре. В этот раз у них очень хорошо сочетается пик. То есть мы видим, что нету каких-то керри-штормов, которые могут там рассыпаться от одного моно-войда. Есть два уверенных персонажа. Это Луна и Зевс. Один очень хорошо пробивает с руки и при этом пушит ТВРА. Также Зевс у нас великолепно разбирается с иллюзиями лайнсера, пока тот не успел нафармить. А учитывая то, что у Бернинга пока только барабаны и 2000, то он вообще не боец. Он как-то вот старается спидпушить, бегает по карте. Он очень хочет добраться, наверное, до диффузов. Артизи. Нашли Феррари. Артизи видит, подходит. Насанджи Яши. Гонится за ней. Понимает, что тот может уйти в тень. И в последний момент решил отступить. Не рискует. Не рискует Артизи. Испугался Феррари. Он же купил себе сразу Митрилхаммер, как тот по видео Артизи, потому что понимал, что это может быть печально закончится. Разгон на СВО, Форстав, ТП-Аут. Не дают Чуаню вообще поиграть на Братрубе. Ничего не может сделать на карте. И IG даже не представляет, где могут быть эти варды. Они откуда только Братруб не разгоняются, но герои, на которого бегут, моментально делают ТП-Аут. И вот даже если посмотреть, оцените. Стоит вард у нас сверху. Та же один на миде. И полностью контролирует вражеские выходы с базы. Очень уверенно действует. Подтягиваются наверх. Баунти Хантер. Нашел СФ. Так же Зай. Так же Зай готов к рыбу. Тосов сбил ТП-Аут. Приходится подтрековать и пешком. Кура продолжает преследовать. Здесь в это время срезает Пупей. Есть Лагунка. Пошла Дженада. Пошел Юл. Поднимают. Есть ли подсейк. Пошел Радон Пупей. Феррари получит Лагуну. Лагуну получает. Пошла Мека. Живет Феррари. Есть Дазл. Бернинг. Врызгается. Кура. Вот это пошли опять ошибочки. Те самые ставятся стен. Гордите вакуум. Есть иллюзия. Бернинг решил пасануть. Один в один. Жду Файтерикова. Да, обе команды наравне. Размен хороший. Я почему не появляюсь Файтериком. Хотя не появляется, но что поделать. Слушай, а на диффуза почти хватает. Да, на диффуза хватает, но ему не тепло, не холодно. Таких диффузов. Диффуза это обычно такой сигнал, что тебе нужно идти на замес. Все, вот ты сейчас уверен, что ты будешь бернить ману вражеских героев, но я сейчас смотрю на его хэппэды и вообще смотрю на команду Эджи и понимаю, что они повременят с этим. По-любому будут одеваться еще. То есть вот в таких моментах очень хорошо какие-то такие вот билды, которые помогают спидпушу. То есть это может быть какая-то Яша, которая ускорит твою скорость бега и параллельно дает тебе дэмэдж. Также Тривала иногда заходит. Ну, обычно ты делаешь, если уж ты не делаешь Тривала, то вот это делаешь первым айтом. А Бернинг пока, ну, очень медленно передвигается. Всего 356 мувем спида. И за счет этого этим секреты захватывают позиции. Вот у Луны мы видим Санжи Яша, да, Артизию сделал, но не знаю, правда, зачем Санжи Яша, манта была полезнее. Но в целом он понимает, что нужно находиться за врагом, нужно его находить, обязательно от тебя будут убегать, поэтому кто его знает, но Мэй может разок и сработать. Да, заберут ребята из Team Secret Рошана, сражаться здесь не собираются, отдают Рошана так же, как и свои товара. Появляются Диффуза, аплодисменты тут же выформил Диффуза на 24-й. Неплохо. Ну, понятное дело, что чуть быстрее теперь будем избавляться от лесов, потому что там много криков с маной, иллюзии будут быстрее их убивать. Появляется Аганим Улины. И 13 уровень. Много пьюр-дамеджа. Сейчас может, кстати, погибнуть характер, если еще пару шашков сделает. И туда ракетка. Трэк. Форс-апшор. Форс-апшор. Почему, кстати, сразу себя после трэка не затолковал? Вообще не ясно. Ну, возможно, он опасался, чтобы, во-первых, у него вождется после этого, но... Хотя бы на хайграунде у себя. Это гораздо безопаснее. Ну да, в такие моменты уже нужно просто езжать все подряд. Сикреты нападают на Тауэр в центре. Подходит у нас сюда Феррари. Но Дарксира нет. Без Дарксира вся эта комбинация обречена на провал. У него байбэк есть. У него есть байбэк, и я не знаю, чего он ждет, потому что эти 1700 голды, они его не спасут. И в итоге Тауэр очень скоро падет. Луна начинает разгоняться. Вот самое страшное, когда Луна стоит и бьет твои бараки, и при этом очень скоро Глоевы начнут отскакивать. Вот сейчас можете оценить. Они полетели по Бёрнингу, который почти погиб. И Зевсу его добивает. Брависсимо. И байбэка нет. 50 секунд без Бёрнинга. Артизия с Аегисом. Его отпаивают урной. Он сейчас просто будет стоять, сносить. И залп порвало в этот момент. Да, я снимаю, что будут отпускать. Уже отпустили один раз ребята из Сикрет и будут держать. SF. Вакуум разгон. Неплохая, кстати, стенка от Арксира. Пупей погибает моментально. Артизия все еще с Аегисом расставался. Феррари, но он погибнет. Лишка много демэджа с руки. Нет, отпускают. Отпускают. Артизия не пошел. Обычно он любит это за Т4-то за фрагом. Ну, цена слишком большая на кону. Аегис сохранил. С этим Аегисом можно еще раз зайти. Что-нибудь так кричат. Кто-то знает вообще. Заход. Артизия продолжает пушить вышку. Но Феррари хватило. БКБ кулдаун. Поэтому ничего не сможет сделать. Подходит сюда лансер с депузами. 1200 хп. И... Ну, вы сами все видите. Иллюзии погибают в одно мгновение. Появляется Даксир. Стенки нет. Есть только один вакуум. Чувань побежал на С4. Но в итоге та же самая комбинация. Луна бьет базу. Айджи не могут подойти даже на километр. И в итоге бараки упали. Так все просто оказалось. ГГ. ГГ. Весьма как-то просто это заехало в Team Secret. Такое ощущение, что просто свою доту поиграли. Не дали разогнаться Бернингу. И опять же Бернингу надо не таких героев. Надо более мобильных. Потому что лансер как-то не особо заехал. Ну, как оказывается, спидпуши Айджи сильнее. Ну, и когда касается дела Луна.